В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллинн». У нас в гостях мэр Таллина Михаил Киллард. Доброе утро. Здравствуйте. Коронавирус внес существенные корректиры в жизнь нашей страны, и Таллина в частности. Каждый день ситуация меняется. Ну вот, какова обстановка на сегодняшний день в Таллине? Действительно, каждый день ситуация меняется. Это означает, что мы должны принимать оперативные решения. Прежде всего, я повторюсь, что Таллинн, один из немногих местных самоуправлений, решили продолжить обслуживание горожан. Естественно, мы призываем большинство услуг использовать через интернет. Для этого есть возможности. Но мы не закрыли двери мэрии, не закрыли двери районных управ. Насколько это возможно, не в полном объеме, но обслуживание продолжается на данный момент. Естественно, что могут прийти решения на уровне правительства страны, которые будут ограничивать эту возможность, или ситуация может еще раз поменяться. Закрытые школы по всей стране, в Таллине, в том числе, соответственно, ну вот для многих школьников, которые посещали школы, питание в школьных столовых было единственной возможностью поесть горячую пищу. Вот что с этим вопросом? Да, и как известно, в Таллине бесплатное питание в школах, и многие дети приходили в школу, в том числе и для того, чтобы поесть. Мы учитывали, что такая необходимость может возникнуть, поэтому уже в тот момент, когда на прошлой неделе пришло решение закрыть все школы, мы стали готовить систему, которая позволит обеспечивать детей питанием, прежде всего тех детей, которые в этом остро нуждаются. Это дети из малообеспеченных семей. Списки составляются с теми фирмами, которые эту услугу нам предоставляют, проведены переговоры. Я надеюсь, что мы в ближайшие дни уже сможем запустить эту систему, которая позволит детям раздавать еду. Школы по интересам. Родители продолжат оплачивать? Ведь сейчас школы закрыты. Этот вопрос у нас тоже поднимался. Мы приняли достаточно простое решение. Если услуга не оказывается, дети не получают возможности ходить в кружки, а сейчас такой возможности, как известно, нет, то, соответственно, счета не выставляются и оплата не производится. Еще одно изменение в Таллине существенное – это бесплатный общественный транспорт абсолютно для всех. Мы приняли решение, что на период чрезвычайного положения мы действительно не будем продавать билеты и не будем проверять наличие билетов, чтобы сократить контакты между людьми. Это означает, что действительно транспорт станет бесплатным на определенный период времени для всех. Мы сейчас уже видим, что количество пассажиров сократилось в пятницу уже на 30%. Сегодня у нас по предварительным подсчетам, что уже на 70%. Но, несмотря на это, транспорт общественный продолжит работать. Более того, он продолжит работать по обычному графику. Потому что мы не будем сокращать количество автобусов до тех пор, пока это возможно, чтобы не создавать толщую на остановках и не увеличивать количество людей в самих автобусах и трамваях. Транспорт будет работать по графику. Еще один вопрос, очень важный вопрос, который касается детских садов. Родители не знают, закроются или не закроются. Как быть с той же самой оплатой? Мы приняли решение, что детские сады должны работать. Да, мы уже сейчас видим, что детей стало значительно меньше в детских садах. Родители сами не приводят. И это правильно. Но всегда есть родители, которые не могут себе этого позволить. Они должны работать, в том числе должны работать те люди, которые обеспечивают жизненно необходимые сферы. Особенно в такой ситуации. Будь то работники полиции, медицинские работники. И поэтому мы решили, что детские сады будут открыты. Насколько возможно будет перепрофилирована их деятельность. Но в принципе все должны исходить из того, что ребенка в детский сад привезти можно. Естественно, если есть возможность ребенка оставить дома, то лучше, чтобы он был дома. Если такой возможности нет, детские сады работают. Если у нас будут появляться случаи заражения, то как уже это произошло в одном детском саду, были сразу две группы закрыты. То есть реагировать мы будем оперативно. Михаил, спасибо огромное за информацию. Успехов вам. Спасибо. Информационный блог «Добрый утро» Таллин подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях был мэр Таллина Михаил Килверт. Продолжение следует...